Добрый день, уважаемые телезрители и радиослушатели. В эфире передача «Якутск сегодня». В студии сегодня работаю я, Мария Ким и мои коллеги Мария Сунхалырова и Николай Слепцов Айды. Сегодня мы будем говорить о кредитах, о том, как они нам практически упрощают в жизни в тех или иных финансовых вопросах. И как правильно и безопасно пользоваться этим популярным финансовым инструментом, мы поговорим с гостью нашей студии. Главным экономистом, лектором финансового просвещения отделения Банка России по Якутии Татьяной Дроздовой. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите нам, пожалуйста, вот каждый день, не каждый день, хоть раз в своей жизни, не каждый день, дай бог. Кто-то хоть раз в своей жизни брал вот кредит, и нам всем, можно сказать, интересно, как правильно подобрать вот этот финансовый продукт и как им правильно пользоваться. Ну, давайте начнём с того, что я скажу, что всё-таки кредит – это удобный финансовый инструмент, если правильно им пользоваться. И какая бы ситуация ни была, когда вы хотите взять кредит, прежде всего вы должны чётко понимать, как вы будете его отдавать. То есть у вас всегда в голове должна быть мысль о том, что вы берёте чужие и ненадолго, а отдаёте свои и навсегда, причём с переплатой. Ну, а параметры кредита зависят от нескольких условий. Во-первых, от того, что вы хотите купить. И зависит от того, что вы хотите купить, будет зависеть условия кредита. От суммы, которую вам необходимо потратить на тот или иной товар, будет зависеть срок кредита. Потому что определяется размер ежемесячных платежей, от этого размера ежемесячных платежей и той суммы, которая вам необходима, рассчитывается срок кредита. И вот от этих параметров, в общем-то, зависит тот выбор кредита, который вам подойдёт. Ещё надо знать, что кредиты бывают целевые и нецелевые. Ну, разница между ними, в общем-то, такая очевидная, но всё-таки я озвучу, что целевые – это вы берёте на какие-то конкретные товары. Например, это будет недвижимость, машина или бытовая техника, средства связи, что-то такое будет. А нецелевой кредит вы берёте на что угодно, можно потратить на путешествия, на лечение, на ремонт, и по нему не нужно отчитываться банку. Но по нецелевым кредитам ставка, как правило, чуть выше, чем по целевым. Среди целевых кредитов тоже есть такие главные отличия, которые – это кредиты, которые берутся на такие крупные покупки. Это вот на недвижимость – это ипотечный кредит, и на машину – это вот автокредиты. Срок по таким кредитам, как правило, более длительный, сумма, как правило, более большая, а ставки бывают более выгодные и привлекательные для заёмщика, но требования по таким кредитам к заёмщику гораздо выше. Например, по ипотечному кредиту могут потребоваться дополнительные гарантии от банка, потому что им важно знать, что вы этот кредит действительно погасите. И такие требования ещё называются обеспечением по кредиту. И поэтому банк может потребовать у вас залог или привлечения поручителя или со-заёмщика. Залог – это имущество, которое банк у вас заберёт, если вы вовремя не сможете погасить свой долг. Это как бы дополнительная такая гарантия банку о том, что долг будет погашен, и он не попадёт у них в убытки. А под залог можно дать, в принципе, любое другое имущество, которое у нас есть в наличии или которое мы приобретаем? Ну, по ипотеке это именно то имущество, которое приобретает 100 квартир или дом, и автокредит – это именно машина, которую вы приобретаете. По другим кредитам в залог тоже можно что-то отдавать, но это уже от условий банка зависит, возьмут они что-то в залог или не возьмут. Здесь это уже как банки поставят свои условия. Правила у них бывают разные, вот эти индивидуальные, мы чуть позднее об этом я тоже расскажу. Ещё один из советов, когда вы берёте кредит, нужно рассчитывать так, чтобы платёж по кредиту был не выше 30% от вашего ежемесячного дохода. Это самый такой комфортный платёж, и вы сможете его выплачивать в любых ситуациях. Ну, даже бывает же, мы на больничный уходим, доход у нас снижается, зарплата чуть меньше, и, соответственно, вот этот вот платёж 30% он не ухудшит наше качество жизни, даже если мы какое-то время просидим на больничном, сможем его выплачивать. Ну и как вообще выбирать кредит? Вы должны определить цель кредита, сумму и срок, на который, в принципе, вот это вот возможно его взять. Подумайте, сможете ли вы что-то предоставить в залог, сможете ли вы привлечь поручителя или созаемщика. Созаемщик нужен для того, что если у вас вдруг не хватает какой-то вашего дохода на определённую сумму, то тогда учитывается доход созаемщика, и сумма может быть больше. Но здесь нужно хорошенько тоже об этом подумать и внимательно прочитать все условия. Не берите кредит вот в первом банке, который вам предлагают. Сравните несколько условий, это можно сделать, как сейчас у нас есть маркетплейсы, там банки РУ, сравни РУ, например, там видно кредиты, там процентные ставки, какие-то дополнительные условия. Вот прежде чем взять кредит, вы всё-таки должны сравнить несколько условий. Где-то он не будет лучше, выгоднее для вас, где-то вот хуже. И обязательно читайте кредитный договор. Вот по диагонали мы не читаем, мы читаем полностью, чтобы вы понимали каждое условие, и только после этого вы ставите свою подпись, потому что поставив подпись, вы соглашаетесь со всем. И когда вы уже говорите, я этого не хочу и не буду, ну, вы поставили свою подпись, вы согласились. Только через суд вы сможете это решать, и маловероятно, что это будет ваш в пользу. Это вот такие основные критерии. Да, ещё важно обращать внимание на полную стоимость кредита. Вот. Вот это вот обязательно, это сейчас одно, наверное, из условий, чтобы вы понимали, на что первое это обращаетесь, на полную стоимость кредита. А вот что именно, вот что такое понятие полная стоимость кредита, и что туда входит? Ну, да, сейчас мы всё время про это говорим, для меня-то это вроде как понятно, да. А полная стоимость кредита включает в себя не только платежи по самому кредиту, то есть это вот основной долг, а там ещё включаются проценты, но это вроде как все основные, да, платежи такие. А есть ещё обязательные страховки, то есть есть же у нас кредиты, по которым обязательно получить страхование. Они тоже включаются в полную стоимость кредита. Есть ещё дополнительные услуги, которые банк включает в эту полную стоимость кредита, И о них тоже надо знать. Это может быть плата за выпуск карты. Но опять же, когда вы смотрите на эту полную стоимость кредита, вы должны четко понимать, что туда включается. Для этого нужно у банка просто спросить. Потому что есть дополнительные услуги, которые меняют условия договора. Например, если вы от них откажетесь, то будет стоимость выше, процентная ставка будет выше по ним. Каким дополнительные условия могут быть? Это могут быть обязательные страхования, а это может быть, например, СМС-информирование, страхование жизни и здоровья, которое добровольное, собственно говоря. Удаленное обслуживание, услуги дотариуса вам могут в это включить. То есть, когда вы у банка спрашиваете, какие пункты входят в эту полную стоимость кредита, вы все это смотрите и спрашиваете. А это обязательные пункты? Могу я от них отказаться? И банк вам говорит о том, что вот эти пункты повлияют на условия договора, а вот эти пункты не повлияют. Ну и, соответственно, вы выбираете и можете там от каких-то из них отказаться. И обязательно смотрите, чтобы в полную стоимость кредита банки не включали те условия, которые делаются в их пользу. Например, рассмотрение заявки, подготовка документов к кредитному договору, к оформлению, да, и введение судного счёта. Это вот банки, вот эти дополнительные услуги в полную стоимость кредита включать не должны. Вот это вот нужно прям жирными буквами. Да, вы должны прям смотреть, вот внимательно читайте. Почему я и говорю, что внимательно читайте условия договора. Не по диагонали. Не по диагонали. И тогда вы точно будете знать, за что вы платите, за что вы переплачиваете, от чего можно отказаться для того, чтобы уменьшить свои расходы по кредиту. Это вот такие вот моменты. Ну, это вот полная стоимость кредита. Звучит сложно, а на самом деле ничего сложного нет, просто если внимательно посмотреть договор. И вот у нас уже телефонный звонок от наших телерадиослушателей. Режиссёры подключают. Да, у нас. Добрый день, Мария. Добрый день, Татьяна. Здравствуйте. Добрый день. Хангалацкий, Владимир Иванович Артюшкин. Да, добрый день. Ага. Я вот что хотел сказать, Татьяна. Недавно совершенно вот очень значимый, очень важный закон принял, Дума, по кредиту. Вот вы прокомментировать могли бы вот это для наших жителей, как очень сложное вот это по кредиту. Разрешение, неразрешение, одобрение. Это когда вы можете самозапрет поставить, да, Бог? Вот, да, 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 вот это очень интересное. По кредитам никогда не принимались законы, вот, в банк не вмешивались. А тут вот связи с мошенниками. Да. И ещё хочу, Татьяна, спросить, как мошенники берут кредиты? Господи, люди все. Мошенникам снабжают кредитами. Расскажите про это. Спасибо большое. Хорошо, да, спасибо за вопрос. Ну, смотрите, закон Госдумы принят, но вступит он в силу только с 1 марта 2025 года. Каждый человек может установить самозапрет по кредиту. Можно это сделать через госуслуги. Вот через госуслуги как раз это можно будет сделать с 1 марта 2025. Либо через МФЦ, но это будет позднее, в конце 2025 года. Поставить самозапрет человек может несколько раз. Ну, не то чтобы несколько раз, а всё время, да. Он заходит в госуслуги, подаёт заявку и просто ставит галочку о том, что он запрещает себе брать кредит. Таким образом, мошенники тоже на вас не смогут взять кредит. Если человек захотел взять кредит, он просто опять подаёт заявку и снимает эту галочку о том, что у нас самозапрет. Но это будет не ежесекундно. Понимаете, это будет проходить там сутки-двое. И человек за это время, если на него воздействуют мошенники, он может одуматься и понять, что ему этот кредит не нужен. Что на него надавили, и он под воздействием берёт этот кредит. Но опять же, вот этот самозапрет распространяется не на все виды кредитов. Он не распространяется на ипотеку и на автокредитование. Но эти кредиты, в общем-то, сложены в оформлении, поэтому там так быстро всё не сделаешь. И мошенники такими вещами особо не пользуются. А вот эти потребительские кредиты, это можно будет сделать. Это неограниченное количество раз. Вы хоть каждые два дня это делаете. Но другое дело, что вам, наверное, это будет не нужно. И если человек, в принципе, не планирует брать кредит в ближайшее время, он спокойно ставит эту галочку через госуслуги. Либо через МФЦ. Ну, главная задача вот этого вот самозапрета — спасти себя. Да, обезопасить себя от мошенников. Потому что если у вас есть эта галочка о самозапрете, то банки просто не могут по мошеннической схеме, через мошенников, которые будут, опять же, на вас давить, они не смогут вам выдать этот кредит. То есть сотрудники банка, они видят, что есть самозапрет, человек не хочет брать кредит, и если он вдруг настаивает на этом получении кредита, значит, что-то не так. И у самого человека есть время подумать, и сотрудники банка уже они будут информированы, и они по-другому будут подходить к этому заёмщику. Что касается, как мошенники оформляют кредиты... Это вообще, мне кажется, отдельный лист. Да, если мошенники могут сами оформить кредит, только в том случае, если вы потеряли паспорт. Если вы потеряли паспорт, либо была где-то копия вашего паспорта, вы скан-копию где-то отправили через мессенджеры, через социальные сети. Вот если вы копию паспорта отправили, и она попала в руки мошенников, то есть небольшие суммы кредитов, которые можно оформить онлайн, и тогда там вот этой копии, скан-копии её достаточно. Но мошенники пользуются этим редко. Чаще всего люди сами берут кредиты под воздействием незнакомцев и переводят деньги на некие безопасные счета, а на самом деле это счета мошенников. Поэтому я, конечно, в любом случае хотела бы об этом сказать, но мы скажем это в начале нашей передачи, что если на вас давят незнакомые люди и уговаривают или убеждают взять кредит, ни в коем случае не поддавайтесь на такие вещи. Всё-таки нужно взять паузу и подумать, зачем вам нужен этот кредит. И нужно запомнить, что нет неких безопасных счетов. Нет счетов в Центральном банке Российской Федерации, на которые можно перевести, а потом наличкой их снять. Нет таких счетов. Нет безопасных счетов. Вот не поддавайтесь именно на убеждения, на психологические уловки мошенников. И старайтесь не терять свои документы, не передавать скан копии по мессенджерам. Нежелательно это делать. Ну и в принципе копии как-то незнакомым людям в какие-то незнакомые организации где-то вот этого давать тоже не следует. В основном это два таких пути. У нас в Якутии распространен, это когда мы сами берем кредиты под убеждением незнакомых людей и переводим их в мошенники самостоятельно. А самое страшное то, что под договором-то под подпись стоит заемщика самого обманутого практически, да, гражданина, и в итоге-то весь долг, который он набрал, висит уже на нем. Потому что можно же не приходя в банк документы подписать, но в любом случае то, что вы делаете в своем приложении, вот эти вот все галочки, вот это ваше согласие, это ваша подпись. То есть вы оформляете такой же договор, просто он в электронном виде. Это вот ваши действия. И этот вот набранный долг, он прям при меня ложится на плечи самого заемщика. Конечно, мало того, что вы его отдали, а возвращать-то же вы его должны. И суммы такие страшные выходят в статистике, что просто волосы дыма встают. Поэтому принят такой закон о самозапрете на кредит. Ты на кредит, он все-таки должен помочь, потому что у человека будет хотя бы время, двое-трое суток, подумать, прежде чем он сможет взять этот кредит. И поэтому все-таки желательно этот самозапрет себе установить, если вам кредит не нужен. Потому что снять его можно в любой момент, это не проблема. Ну вот до 1 марта 2025 года уж прям нужно как-то держаться. Нужно, да, просто подержаться. Но у нас всегда законы вступают в силу немножко там с задержкой, поэтому здесь нужно будет набраться терпения. Вот телерадиослушателям нашим нужно запомнить, что никаких безопасных счетов нет. Сотрудники ФСБ не звонят. Сотрудники Центрального банка тем более не звонят. Сотрудники полиции не звонят, не пытаются там представиться кем-то кем-то и пытаются спасти ваши денежные средства. Никогда. Ну а мы возвращаемся к нашим кредитам и к тем моментам, которые они практически упрощают нам жизнь. И вот у меня вопрос. Чем отличается кредит, который можно получить прямо в магазине, чтобы совершить крупную покупку и от обычного, который можно взять в банке? Ну, по большому счету, он, конечно, ничем не отличается, он отличается условиями. Потому что вот тот, который в магазине можно купить, он называется посткредит. Посткредит. Пост. Пост. Посткредит, да. Ну, он чем выгоден? Смотрите, вы находитесь в магазине, там телефонов, бытовой техники, мебель, там, не знаю, строительных материалов, и вы что-то присмотрели, но у вас не хватает денег. Ну, вам нужно этот товар купить прямо сейчас. Ну, как всегда. Ну, приспичило, там, понимаешь, она приспичила, мы хотим купить этот товар. Можно пойти в банк, но там для этого требуется время, нужно подать заявку, подготовить документы и ждать одобрения кредита. Ну, нам же приспичило. А нам приспичило. А здесь рядом ходят менеджеры кредитные, которые говорят, а давайте мы вам оформим кредит, и вы с товаром уйдёте прямо сейчас. Ну, это же тот же самый кредит, просто вы его оформляете у кредитных менеджеров, для этого нужен только паспорт, одобрение занимает буквально несколько минут. В общем-то, удобно, да. Банк переводит деньги, вы подписываете договор, банк переводит деньги в магазину, магазин отдаёт вам товар, вы довольны с этим товаром уходите. Но вы уходите не только с товаром, вы уходите с обязательством погасить этот кредит ещё и с процентами. То есть вы купили-то сейчас, вроде как бесплатно ушли, а обязательство-то вы с собой унесли. Плюс в том, что это здесь и сейчас. Не нужно заморачиваться, скажем так, да. Какие есть минусы этих посткредитов? Во-первых, у вас ограниченное время. По срокам. Ну, то есть не по срокам. Вот вы же хотите купить, оформить кредит сейчас, и у вас вот время, вас всё время торопят, что нужно прямо здесь. Из-за этого вы можете невнимательно прочитать договор. Вы можете принять невыгодные для себя условия. Там могут быть завышенные какие-то процентные ставки, какие-то ненужные вам опции, там это может быть невыгодный вам график платежей, когда вы должны это выплачивать. Очень вероятно переплата. Потому что вот ставки по посткредитам, они хоть и несколько выше, чем по кредитным картам, ну, если вы не вовремя гасите кредит, да, возвращаете эту сумму, но они всё равно ниже, чем по потребительским кредитам, по целевым, если вы возьмёте его просто в банки пойдёте. То есть сходите в банк и вернётесь, там ставка будет чуть пониже. Опять же из минусов, что можно назвать? У вас очень ограниченный выбор банков. То есть так вы можете выбрать любой из банков, а кредитные менеджеры предложат вам там ряд банков, с которыми они работают как партнёрами. Это тоже минус. Продавцы могут вас убедить, что нужно взять дополнительную гарантию. На товар? Да, на товар, что помимо заводской вы берёте дополнительную гарантию, и что потом вы сможете обменять товар там в любое время, в которое вот эта гарантия будет действовать. Но вы можете оформить гарантию, но эта гарантия не является условием одобрения вам кредита. То есть от этого одобрят вам кредит или нет, от этого совершенно ничего не зависит. Ну и как я уже сказала, вы уходите довольны с товаром и с обязательствами. Но вы думаете, что обязательство-то перед магазином, а не перед банком, да? Многие так думают на самом деле. И думают, ну ладно, я там день-два просрочу, платёшь, ничего страшного, магазин там мне ничего не сделает. А на самом деле просрочка же идёт в банке. Вы получаете штраф от банка, и портите свою кредитную историю. Которая идёт. А кредитная история, она важна, потому что вы потом, обращаясь в любой банк за более нужным вам кредитом, пусть даже, может, за ипотечным, за автокредитом, а вам говорят, а вы ненадёжный заёмщик-то, мы вам, знаете, будем думать. Вот поэтому, когда вы хотите взять пост кредит, прямо здесь и сейчас, вот подумайте, что есть минусы, а есть плюсы. Ну, если вам действительно нужен товар прямо здесь и сейчас, то да, это выход, но вы должны всё это обдумать всё-таки. А может быть, стоит обратиться за кредитом и прийти чуть позднее, например. Можно рассмотреть альтернативу, например, этим кредитам. Бывает рассрочка, что-то ещё. Поэтому здесь вот нужно обращать внимание на плюсы и на минусы. У нас уходим на паузу, рекламная пауза, и скоро мы к вам вернёмся. И снова добрый день, дорогие наши телерадиослушатели. В эфире передача «Якутск» сегодня. И сегодня мы говорим о кредитах. Говорим мы о кредитах с главным экономистом, лектором финансового просвещения отделения Банка России по Якутии Татьяной Дроздовой. И мы возвращаемся к нашей теме, к нашему разговору. Хотелось бы вопрос задать о страховке. Да, страховка при кредитовании такая интересная тема, довольно-таки важная. Посмотрите, когда вы берёте кредит, банк всегда вам предлагает купить страховку. Здесь мы должны понимать, что страховка бывает обязательная и добровольная. По кредитам это тоже так же работает. Сейчас немножко о ней расскажу. Зачем банк предлагает страховку купить? Он таким образом снижает свои риски, что если вдруг человек не сможет погасить кредит, то он с помощью этой страховки покроет свои убытки. Вот по поводу обязательных страховок, например, по ипотеке. Здесь в любом случае банк попросит застраховать ваше имущество. Это квартира или дом, который вы берёте в ипотеку. Потому что банк должен быть уверен в том, что он возместит свои убытки в случае, если вы не сможете, например, погасить долг или вдруг с квартирой что-то случится. Ну, всякие жизненные ситуации бывают. Поэтому эта страховка обязательна. От неё отказаться вы не можете, потому что банк тогда откажет вам в заёмных средствах. То есть это та страховка, которая предусмотрена по закону, и она обязательна. Точно так же работает с автокредитом, но на практике всё-таки автокредит иногда можно взять без страхования залога имущества. То есть просто залог есть, но страховка по нему, иногда банки на это идут. Опять же, это зависит от условий банков. Нужно внимательно читать договор. Это вот те страховки, которые обязательные. И есть ещё страховки, которые предусмотрены кредитным договором и которые влияют на условия договора. От них, конечно, можно отказаться, но в таком случае процентная ставка будет просто выше. Причём гораздо выше. Здесь вы сами принимаете решение, готовы ли вы платить кредит по процентной ставке довольно высокой и не платить страховку. Либо вы берёте страховку, тогда оплачиваете, но процентная ставка становится ниже. Здесь нужно будет просто посчитать, что для вас выгоднее. Оплачивать страховку или оплачивать кредит по высокой процентной ставке. Опять же, обращаем внимание на что? Что все страховые выплаты и все другие сервисы, которые влияют на условия договора, на процентную ставку, они прописываются в заявлении на кредит. И они влияют на полную стоимость кредита, которая, кстати, указывается на первой страничке договора в квадратике, вот прямо в правом верхнем углу. Вот на это мы обращаем внимание. А все остальные страховки и сервисы, которые не оказывают влияние на условия договора, они идут отдельными документами, и вы их просто можете, в принципе, не подписывать. Это вот те основные моменты, которые нужно знать, когда вы оформляете кредит. Это то, что вот страховки обязательно добровольны, можно отказаться или нельзя, и как это повлияет на ваши условия договора. Это вот те моменты, которые вы обязательно обращаете внимание. Ну, от обязательных, по истечению какого-то определенного срока, мы же не сможем отказаться, но сможем отказаться, допустим, от тех, на которые мы якобы в какой-то период времени согласились. Ну, вообще, у большинства видов страхования при кредитовании, да, есть период охлаждения. То есть, это тот период, когда вы можете отказаться от того или иного вида дополнительных услуг. И по закону, вот, при кредитовании он составляет 30 дней. Ну, в договоре могут быть прописаны более длительные сроки. Разрешается оформлять как индивидуальные полисы, можно оформить услуги и через коллективный договор страхования. С начала 2024 года все банки присылают нам список, ну, заемщикам список дополнительных услуг, которые были оформлены при оформлении кредита. И при этом они вас уведомляют о том, что от них можно отказаться в период охлаждения. И также информируют, что если вы от того или иного вида дополнительных услуг откажетесь, как это повлияет на условия договора и на процентную ставку. Здесь вы уже сами принимаете решение. Как я уже говорила, чтобы снизить риски, банки все-таки предлагают вам купить страховку при оформлении кредитного договора. И они предлагают это сделать прямо сейчас на месте, потому что чаще всего они являются агентами страховых компаний. Ну, на самом деле, вы можете выбрать другую страховую компанию, которая подходит под критерии банка, удовлетворяет их требованиям, и можете купить страховой полис там. А от этой страховки, которую вы при заключении договора заключили, в течение 30 дней можно вот этот период охлаждения можно отказаться и перенести другой страховой полис, более выгодный вам по условиям. Ну, главное, чтобы он подходил под критерием и требованиям банка. Так тоже можно сделать, вы всегда можете выбрать тот страховой полис, который вам будет выгоднее. Просчитывайте либо кредит по повышенной ставке без страховки, либо кредит со страховкой, то, которое вам удобно, вы приобретаете ее в какой-то другой страховой компании. Все это делайте в период охлаждения в течение 30 дней. И вот у меня еще вопрос. «Банк прибавил цену страховки к моему кредиту и на нее тоже начисляет процент. Имел ли он право так делать?» Чаще всего банки именно так и делают. Вот ты и все ответы. Банки могут включать страховку в сумму кредита, но если вы дали на это согласие. Если вы такого согласия не давали, вы можете написать заявление, и банк вам сумму кредита пересчитает. Но тогда вы должны будете отплатить страховку дополнительно, потому что оно же все-таки предусмотрено договором. Если нет, вам повысит процентную ставку. Но тем не менее, в период охлаждения вы можете отказаться от любых дополнительных услуг, которые не влияют на условия договора, либо вы принимаете повышенные условия договора. Я всегда советую все-таки обращать внимание на то, чтобы страховой полис оплачивать отдельно. Потому что переплата по нему тоже достаточно великой. Зачем? Либо так вы просто оплачиваете страховку, вы копите деньги, оплачиваете страховку, и все. А так вы проценты платите за эту страховку. Еще мало того, что вы оплатили страховку, вам на эту сумму начисляются проценты, у вас переплата увеличивается. Поэтому все-таки включать страховку в сумму кредита невыгодно. Однозначно невыгодно. Поэтому здесь тоже надо обращать внимание. Вот, Татьяна, допустим, я в один момент какой-то очень-то хорошо финансово не разбогатила, так скажем, а получила доход. И тут решила досрочно погасить свой кредит. Допустим, я отправляю вот эту вот сумму, досрочно погашаю свой кредит, и мне сумму страховки возвращают. Здесь все будет зависеть от того, что и когда вы страховали. Окей. Хорошо. При индивидуальном страховании такая возможность есть, но все зависит от страховой компании, какие условия договора у вас там есть. Чаще всего можно вернуть часть страховки. Но опять же, сумма к возврату будет пропорциональна сроку, когда договор должен быть закончен. Ну, давайте так, вы застраховались на год, а через полгода решили вернуть часть страховки, потому что вы за 6 месяцев этот долг досрочно полностью погасили. Ключевое слово полностью погасили. И тогда вот вам то, что осталось полгода, вам эту сумму страховки вернут. Есть факт того, что вернут. Да, эту сумму страховки вернут, но страховая компания или агент должна это сделать в течение 7 рабочих дней после того, как вы подали заявление о том, что вы погасили долг и хотите вернуть часть неиспользованной страховки. Опять же, вернут ее в том случае, если не наступил страховой случай, и вы этой страховкой не воспользовались. То есть, если страховой случай наступил, страховую выплату вы получили, страховка уже была использована. Поэтому вам ее не вернут. Вернут только ту часть, если вы ее не использовали. Еще у нас 1 апреля 2023 года вступили еще такие новые правила, что касается оформления именно страхования жизни и здоровья при оформлении кредита. То есть, нам же часто предлагают оформить еще страховку жизни и кредита. здесь вступили такие новые правила, что если вы полностью погасили долг, и даже если эта страховка не прописана в договоре, то есть, она никак не привязана к договору, вы в любом случае можете при досрочном погашении написать заявление о том, что вы хотите вернуть эту часть страховки. Опять же, сумма будет пропорциональна сроку, когда договор заканчивается, и вам сумму вернут, опять же, при условии, что вы не успели воспользоваться, страховой случай не наступил, и полностью погасили долг. То есть, всегда нужно обращаться в банк, вы должны понимать, опять же, когда вы всё подписываете, вы всегда внимательно читаете. Мы возвращаемся, опять же, к золотому правилу кредитного договора, страхового договора, любого документа, вы всегда внимательно читаете. Если вам что-то непонятно, вы проконсультируетесь. Да, вот эти самые обычные, такие хорошие, дельные советы, прочитайте, проконсультируйтесь, узнаете. Все же, есть же помощь на этом связи. Смотрите, мало того, что вы можете проконсультироваться у кредитных менеджеров, у кого вы берёте, есть такое приложение ЦБ онлайн, мобильное приложение оно есть. Вы можете в чате задать вопросы эксперту-регулятора. Пожалуйста, там вам тоже 24 на 7 ответят. ЦБ онлайн. ЦБ онлайн, приложение ЦБ онлайн оно называется, там можно задавать вопросы регулятору. В том числе и по кредитам, по любому вопросу, всё, что касается банков, микрофинансовых организаций, можно консультироваться. Поэтому туда тоже можно обращаться. На самом деле всё так просто же, да, в этой жизни? Вроде кажется, что да, но когда с этим сталкиваешься, очень много нюансов, просто очень много нюансов, и, конечно, человек не может быть компетентным во всех сферах и знать все нюансы. Просто достаточно понимать, что если вы что-то не до конца поняли, нужно с этим разобраться. Тогда не будет возникать никаких проблем. ЦБ онлайн, спокойно, 24 на 7, ответы на все вопросы по всем кредитам. У нас есть интернет-приёмная Банка России, вы тоже можете там задавать вопросы, жаловаться. У нас есть на сайте вопросы-ответы наиболее популярные, которые задают. сайт банкроссия cbr.ru И вот, Татьяна, и ещё вопрос. Что мне делать, если вдруг у меня возникли трудности по выплате кредита? Ну, конечно, не дай бог, но вот вдруг. Здесь, вы знаете, самая главная ошибка заёвщиков в том, что они начинают скрываться от банков. Я бы, наверное, такие сделала. Ну, вот у человека возникают трудности, да, и человек начинает вот думать, что же делать. Бояться. Бояться штрафов, пени там. Самое простое, что можно, идите в банк свой. И посмотрите варианты реструктуризации кредита либо рефинансирования. Ну, реструктуризация звучит сложно, да? А на самом деле это просто изменение условий договора, вашего договора так, чтобы ваши платежи стали вам посильны. Его могут раздробить практически. Есть разные условия, разные банки предлагают разные условия реструктуризации. Опять же, это право банка предоставить вам реструктуризацию. Это не его обязанность, но банки, как правило, идут навстречу. Идут. Да. В основном увеличивается срок кредита. Ну, например, у вас кредит был заключён на три года, вам его продлят на пять, тем самым у вас просто уменьшится размер ежемесячных платежей, и вы сможете его выплачивать. Ну, с пяти до семи лет можно, да, но нельзя рассчитывать, что ваш двухлетний кредит растянут на 20 лет. Нет, такого не может быть. Ну, тем не менее, это вот изменение графика платежей и удлинение срока. Некоторые банки могут предложить вам на некоторый период времени гасить только проценты, либо только основной долг. То есть, вы заключаете тоже изменение к договору, какие-то определённые периоды времени, вы погашаете просто сумму меньше, чем у вас предусмотрено графиком платежей. Это те варианты, которые можно рассмотреть. Банки чаще всего идут на уступки, потому что им выгодно, чтобы человек самостоятельно погасил долг, чтобы это не стало убытками банка. Если вы до этого были надёжным заёмщиком, всегда вовремя платили, банк пойдёт вам навстречу. Конечно, он рассмотрит там какие-то определённые условия, почему вы не можете платить, у вас снизились доходы, что-то случилось, документы нужно будет представить, но нельзя прятаться от банка. Нужно идти и разговаривать. Разговор и взаимодействие, оно всегда даёт положительные результаты. В этом году, с этого года, с 2024, ещё и постоянный механизм кредитных каникул уже у нас введён. Поэтому, если у вас возникают сложности, можно обратиться в вашу банк и спросить, можете ли вы воспользоваться кредитными каникулами. Там есть некоторые нюансы. Кредитные каникулы по всем кредитам, их можно взять на срок до полугода, но там есть только два условия, из-за которых их можно взять. Первое условие, это если у вас резко снизился доход больше, чем на 30% по сравнению с прошлым годом. И второе условие, это если ваше жильё попало там в зону чрезвычайной ситуации, наводнения, пожар, ну какие-то другие стихийные бедствия такие, то вот в этом случае можно обратиться за кредитными каникулами, срок там будет при остановке платежей до полугода. Но и по сумме есть тоже лимиты определенные, например автокредиты, это сумма не более 1 миллиона 600 тысяч рублей у вас кредит должен быть. Причём это не остаток, который у вас остался, а первоначальная сумма. Потребительский кредит там 450, а лимит по кредитным картам 150 тысяч рублей. Это вот те вот варианты, которые можно подумать про кредитные каникулы. По каждому кредиту можно взять отсрочку, то есть кредитные каникулы один раз из-за снижения дохода и один раз, если с жильём что-то случилось. Чрезвычайная ситуация какая-то наступила. По ипотеке такое тоже предусмотрено, тоже платежи можно приостановить на срок до полугода. Там есть какое условие? Ну, это должно быть ваше единственное жильё, то есть квартира или дом, и сумма кредита не должна превышать 15 миллионов рублей. А вот причин, по которым вы можете обратиться за кредитными каникулами, ипотечными кредитными каникулами, там больше, чем по обычным кредитным каникулам. Ну, например, если вы проболели два месяца и более, и если вы потеряли работу, даже если ваша зарплата не была единственным источником дохода. Ну, или, например, если в семье родился ребёнок, и при этом, получается, сумма их дохода снизилась минимум на 20%, а ежемесячный платёж стал 40% от бюджета. Ну, вот это от семьи бюджета, да, вот получается, от бюджета семьи, то есть. Вот. Вот на всех этих условиях тоже можно обратиться в банк за ипотечными каникулами. Банк рассмотрит этот вариант, но по одному ипотечному кредиту можно обратиться только один раз. Платежи могут быть приостановлены на срок до полугода. Ну, это вот самое оптимальное решение, чтобы просто не брать и не прятаться, и не убегать, да? Прятаться ни в коем случае нельзя. Кредитные каникулы. Да, всегда нужно. Замечательная реструктуризация. Сейчас же банки вот идут на многое, чтобы как-то навстречу заёмщикам, чтобы у заёмщиков не было, не возникало каких-то таких проблем. Да. Поэтому. Угу. В последнее время Банк России вёл ряд ограничений для банков на выдачу потребительских кредитов. И вот, Татьяна, расскажите нам о них, пожалуйста. Ну, вот все ругаются на эти ограничения, все возмущаются, но на самом деле это сделано для того, чтобы снизить риск заёмщиков от высокой закредитованности. У нас сейчас россияне, ну, в целом по России все заёмщики имеют три и более кредита. Когда у вас такая большая сумма кредитов, столько кредитов, есть вероятность, что вы либо пропустите платёж. Ну, как я говорила, сложности в ситуации бывают разные в жизни, да, доход снизился, вы не можете все кредиты выплачивать. И поэтому вот вводится ряд ограничений. Ну, например, если посмотреть по Якутии, у нас за 23-й год потребительские кредиты составили объём выдачи 142 миллиарда. Это на 42% больше, чем за 22-й год. А ипотечные кредиты у нас в 1,6 раза выросли по сравнению с 22-м годом и составили 100 миллиардов рублей. Объём выдачи за год 100 миллиардов. Вот у нас, к сожалению, осталась всего лишь одна минута. Замечательный эфир прошёл. Да, прям я на одном дыхании сейчас. И, к сожалению, время поджимает нас. И я хотела буквально три слова нашим радиослушателям, телезрителям, перед тем, как планируют взять кредит. Перед тем, как планируют взять кредит, нужно подумать, как вы будете его возвращать. И быть уверены в том, что у вас такая возможность вернуть его будет. Это самое основное, что вы должны сделать, это подумать именно об этом. Спасибо большое за ваш сегодняшний визит. Приходите ещё раз к нам в гости. И мы дальше нашим телезрителям, радиослушателям будем рассказывать такие интересные темы, как кредит, который нас в определённый финансовый, кризисный момент выручает. Спасибо большое. До новых встреч. До свидания. До свидания.